Сегодня мы будем ловить ночного судака зимой. В городе. В городе еще добавил костюму. Вставал очень рано лед. Я даже аж подпрыгнул немного. Сейчас напишут в комментариях, а я днем там ловил. Я тоже ловил, но большинство рыбы я поймал ночью. Есть! Можно ловить прямо у берега, у машины и хлопнуть пару пятерок, шестерку и восьмерку за 40 минут. Это происходит в городе, все знают где. Видишь, попло? Фух! Друзья, всем привет! Всем привет! Сегодня мы будем ловить ночного судака зимой. Что-то новенькое. В городе. В городе еще добавил ко всему. В начале сезона. То даже в копилку. Мы и раньше выходили на ночную ловлю, но просто об этом вам не рассказывали. Сейчас решили посвятить этому отдельный выпуск. В общем, ловить мы будем в самом Санкт-Петербурге. Все, наверное, уже так поняли, где что как. Нечего таить. Попробуем. В чем плюсы ночной ловли судака? Ночью меньше народу. Это плюс. Ночью проще сныкаться от людей, соседей, даже когда они есть, потому что тебя не так хорошо видно. И все уже такие замученные. Тоже плюс. Можешь проверить точки, которые никто не знает. Да, тоже плюс. Но хочется спать. Это минус. И нет солнца. Хотя это непонятно минус или нет, потому что в Питере его и так как бы не сильно много. И завтра у тебя будет разбит весь день. Да, это тоже минус. Слушайте, а какой опыт вообще по ночной ловле? По ночной ловле зимой? Да небольшой на самом деле. Несколько раз там ходили. Раньше не смысл было ловить его ночью, потому что он прекрасный, и крупный судак прекрасно ловится днем. Сейчас днем поймать судака толстого. Ну можно, конечно, но видите, это как в боулинге, в ошибании кигель. Сто человек сидит, кому-то прилипнет толстый. Пойдем ловить. Поскакать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА парка стеней ловит отсюда же новый аксессуат где это стул сай на нем сидя штука хорошая совету стул заслужил место в команде единственный стул мастерской который изначально был на котором собирались первый ротатор еще в позадом году вот теперь он берем часть команды путешествует вместе с нами обычно рыбалка у нас начиналась позднее сейчас декабрь это достаточно рано и начало декабря или в конце ноября еще встал мы пытаемся разобраться садим судаком мы их вот находим зачастую но они что-то как-то не очень хотят клевать вообще в декабре нормально было пару лет вставал очень рано вставал очень рано лёд щука что ли подожди щука что ли у меня ваша хороших хороших у у у у у у у Слав, что там? Так, дикавр, значит, да, говорит? Смотри, выгранулся. Вот это нормальная тема. Дядь, дикавр, что так болтает. Красавец. Там просили фрап не кричать, ребят, но извините, не могу себе держать. Фрап! Стридцатый, да? Да, сто тридцатый. Вот этот, который непонятный для меня, желто-черный, шапашка в том году, на который здоровых мы отслал. Это он же. Ай. Извини. Жавра, она же пассатижа. Снаружи залетела жавра одна. Паш! Пашка! Пашка! Опустил прямо до морды, по-моему, прямо в рот ему залетела. Порвал себя. Надо пассатижа. А есть у нас пассатиж? В рот, мы на правильном пути, сейчас мы быстренько их попреследуем, поймаем и вам покажем. Получается захватим сезона? Уууу! Ха-ха-ха! Блин, к сожалению, у нас только три фрапа осталось, поэтому у судаков чуть больше шансов пока что. Ладно, надо отпускать его, что-то этому дружку совсем как-то кисло. Ребята, отпускайте, пожалуйста, крупную рыбу. Особенно в самом Петербурге, да, лучше вообще завели везде, потому что, блин, их очень мало и надо их беречь, чтобы все могли насладиться этими великолепными поклёвками. Давай. Пострадал немножко, но? Пострадал, уйдем. Что, Слава, согрелся? Нет. Что, он на дне лежал? Да, на дне. Это вообще как лепёшка. Трясли, трясли, Саня уже. Перепивочки стали писать, уже не надели, что клюнет. Пустили прямо, прямо вот, вообще, вот, прямо вот так, он резко, фынкс, я даже, это, я аж подпрыгнул немного. Ну, бодрый еще такой. Бодрый еще жанхинул, ну. Ну что, погнали дальше? Погнали, тут у нас ночные тусовки, у нас, смотри, народу много уже. После клубов в Питере ходят, знаешь, это самое, не похмеляться, а рыбу на судачкам пойди будет. Хорошая идея. Хорошая. Я люблю ловлю ночью и, на самом деле, мое становление как рыбака, именно как профессионального рыбака стало, наверное, с ночной рыбалки началось. На Финском заливе, это прям плотная такая, когда я познакомился с Олегом Селивановым, с Мишей Федором, с Славой Лепневичем. Раньше постоянно ловил ночью. Днем, постоянно, дела были, а ночью, дел не было. Вот, ночью ловил судакан. Поэтому для меня ночная ловля, это такое, что-то большее, чем просто один из видов ловли. Ну, опять же, зимой, да и летом, ночью шансы встретить толстую рыбу сильно выше. Вот, поймать вот этого реального монстра, там, восемь, там, девять килограмм на этого судака. Это надо идти ночью точно. Днем бывает, конечно, там, сейчас напишут в комментариях, а я днем там ловил. Блин, я тоже ловил, но большинство рыбы я бы поймал ночью. Вот. Так что, ничего в этом такого нету. Может кто-нибудь скажет, что мы со всеми это и поехали крышей. Но мы это уже давно сделали, поэтому это отношение к рыбалке не имеет. А стайка мелкого судака, вот, вроде, один покрупнее, но вообще... Пока ничего интересного. Надо походить, поискать. И Павел замучил судака. Все-таки одного замучил. Небольшой. Я думаю, может такой, может килограмм, может полтора. Но... Вжарил он хорошо-то. Застрял. Застрял. Вижу VIP. Опа. Опа. Я, как и в прошлом видео, не сдаюсь рыбачью только на 130-м. Мое мнение, что ночью лучше клюет на большие VIP. Сто тридцатый размер вот прям подходит этим красавчикам. На маленький бы, я тоже думаю, вот этот вот клюнул бы. Но именно большой судак выбирает всегда большой VIP. На маленький чаще всего отходит и не берет. Красивый сударь. Красивый питерский сударь. Ну и, друзья, самое главное, не забывайте, отпускайте рыбу. И как можно быстрее после того, как сделали фотографию. Давай, родной. Спасибо. Газуй. Не хочет уходить? Ну давай, давай, сам уже. Повтори. Во. Все. До свидания. Эту фотографию сделал? Да, с маленькими не фоткаемся. Сейчас что-нибудь поймаем, сфоткнемся. Паша сказал, сейчас будет точно. Паша. А? Давай, это мужик сказал, мужик сделал. Ну. Есть. Сик, отошел, Тань. Да ладно. А, нет, не отошел. Не отошел. Простите, извините. Ну ладно. Ну, было красиво. Да? Ха-ха-ха-ха. Красиво прошли. Прекрепил судака. Очередного. Поклевывает что-то смотри, да. А начни. Есть. О! Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Давай, давай, давай. Эту Ашашку вообще в кого-ла загибает. Это Ашаш? Да, Ашаш. Ха-ха. Неплохо. Опа. красавец показывает, что съел вот такая вот, ребята, ночная охота на судака в Санкт-Петербурге зима, это то же самое лето, просто сейчас холоднее и на воде лед судаки так же кормятся ночью и хороших судаков подожди, а так же такое же лето, да? ну да, как лето, только зимой ну, то есть, как бы, тепло, как тепло, только наоборот а судак в курсе? судак в курсе, да вот такой вот бубенец черный, смотри, черный ночной кочегар люблю таких судаков сколько это хватает? трешка такая трешечка ночная, зимняя трешечка главное, что сезон открыт поэтому рыбу будем рыбу будем пытаться поймать вам показывать мне, на самом деле, очень интересно, что это все в городе происходит да, да, это происходит в городе, все знают где и к нам уже много людей подходило о, пацаны, здорово, че, как на лима идите? не, не холодно вам после юга вот все вот это, вот все эти шуточки за 200 не холодно, точнее холодно, но нам нравится вообще любим мучения, как вы уже поняли ребят, я уже говорил, я еще раз повторюсь, пожалуйста отпускайте судаков, да и вообще всю крупную рыбу отпускайте, чтобы ваши дети, внуки и правнуки ловили таких же приказов судаков прямо в городе может быть им повезет больше, они даже будут ловить не по ночам, а прямо днем спасибо, бутуржок, все подержим его так, вон, вот все, улетел смотрим по нотиксам видишь, поплыл? фух! вот, ребят все, лег на дно теперь, если кто-то придет, там, послезавтра и поймает его еще раз, фоткает и тоже отпустит так и будем его по кругу ловить и отпускать в прошлом видео писали комментарии, что, мол, ребята, а нафига вам вот эти вот палки, вот эти вот аж, 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 все вот эта вот ерунда возьмите нормально кол палку ну, ребят, сейчас 21 век и покупать вот эти вот, как сейчас модно стало, точнее, модно было где-то меня ловил, типа, просто хлыст, палка с ручкой, все, он когда не гнется, ничего ну, да, он классно просекает рыбу бесспорно, классно просекает рыбу но только поймать на нее можно две недели в году, когда максимально активность судака на каких-то водоемах у нас такого жира тут нету поэтому рыбу нужно уговаривать и вип нужно качать, чтобы на хлыстике правильно его откачивал отыгрывал приманки и под каждый определенный размер випы сейчас разные палки ставишь ну, нужно было бы сделать что-то жестче, чем аж наверное, нужно учитывая, что сейчас тенденция такая, что випы увеличиваются просто не по дням, по часам ну, одной палкой точно нормально не обойдешь если ты нормально ловишь судака если ты занимаешься ловить судака зимний то тебе нужно несколько палок ну, или ты ловишь на пару випов ну, точнее, на один размер випов и у тебя одна палка под них, и ты как бы не так сильно экспериментируешь можно водить одной в любом случае, палка должна играть я думаю, что все судочатники питерские согласятся что судочатная палка это не просто кол, которым нужно пробить судака это инструмент, которым нужно уговорить его на поклевку вот, наверное, и все надеюсь, звучало не сильно надменно, но это так вы же летом не ловите спиннингом, который просто хорошо подсекает рыбу, колон вы же подбираете подвес приманки, чтобы кидал далеко, чтобы отбивало хорошо по плысту там или в руку зима то же самое и рыба та же, кстати и вы тот же одежда не та же одежда теплее поправка, видишь, берешь на метр течения нету меньше поправка странная охота на судака а? странная охота на судака охота за его мордой даже сказал бы потому что если заходил судака жопа, то как бы ничего толку с тобой не будет даже нормально это хорошо идет увидел увидел есть! хорош! красиво это вот мелкий всё равно сюда всё равно все удобно ребят, ты как пел классик современной поп-музыки ван дорон не надо стесняться большой вип это норма такой судак это тоже норма но мы хотим большего ну не обижайся спасибо и тебе и вот потому что ты тоже бро торпедка пошла я зацепился может возле трех лунок леска в лед прорезать давай давай кто-то нас тут не в ударе очередной судак и как видите а дырка 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 то есть прям такие нет 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 может есть этой а давай вот здесь три дырки за вот 0 3 цвет как бы пускай меня кидает камни кричат что ты пыток попса попса да я знаю блин он я люблю его на него клюет и многие любят ладно не будем морозить на самом деле стало еще холоднее ветерок морозит губы иначе то морозит судака поэтому давай братан сам только собери вот так так на 9 метрах были в основном да вот там хороший хороший 16 18 говорят слава засуетился да она слава чуть засуетил рыбу видел большая что ли мимо димон еще плюс метр плюс 2 и уже 5 надо опять сверлить сверли 7 черта надо догнать 8 даже бах и так легко ловить рыбу и и и и и и и и и а нас по новинку так легко ловить рыбу пришел на лупил и поехал домой шагов это и говорят но залуждаются просто чтобы это могло быть но приятный есть черные такие есть светлые этот как бы черный видно что где-то шастает с пароходами мазут живет и опять же ноги 130 размерчик делает свое дело что рыбалка по судаку зимой это для любителей пожестче для тех для кого страдания боль и отчаяние не пустой звук смысл жизни вам сюда здесь очень мало таких нас очень мало сейчас кроме нас раз два три четыре кроме нас пятерых здесь никого было парочку ребят мы слове но в жопу уехали домой вот а мы остались и за это нас вознаградил дух страданий немножко рыбкой подловили молодцы еще сейчас немножко померзнем вот и пойдем дальше искать и чтобы еще подмерзнуть еще поймать и так по кругу но попробовать свой однозначно ребята если вы в принципе ловите зимой рыбу то есть значит вы уже отмороженный наглуху рыбак и попробовать зимнего судака поймать однозначно стоит вот понравится класс не понравится в жизни на все попробуйте попробовать это было я не понял сначала что попал он или нет здоровый наверно это судак можете говорить что он мелкий что некрасивый вам не нравится а мне он нравится ну да небольшой свой же родной что выросла то поймали сейчас я пускаю а давай слушай ну хороший ветерок получился да неплохо не стоит удачу гневить и говорить вот бы еще бывает поймать большого так хорошо поймали большие знаешь далеко не каждую рыбалку выпадают пошел 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 кто пошел не пойдет резко и парни пачки неплохой не чет небольшое полторашечка наверно ну такой же наверно по два даже может быть судак в городе с самого утра не на хороший нормальный да что давай отпусти на паренька постарался с поклевкой нормально вжарил кстати я только очень быстро полетел со дна только приманка дошла к нему он сразу же я только хотел сказать что типа сань сейчас будет а он сразу чипоник красавчик очухается супер тихо просто подбил снизу пил просто подбил вообще без вариантов одна трешка такая может чуть за три блин поднула снизу и все замерли замерли есть есть хорошо нормально догнали поговорили ну как милки хорошо длинный просто да кормят его одними видами ночной судак пожалуйста кто интересовался как он выглядит так же как днем просто освещение меньше нормально судак длинный прогонистый буквально в споте было хорошо замучили тебя бедовато хорошо чувство выполненного долга да не на самом деле нужно большой нужен большой ну все прекрасно понимаешь больше судак это сложно долго и элемент удачи здесь конечно зимой играет как никогда можно ловить вон прямо берега у машины и хлопнуть там пару пятерок шестерку восьмерку за 40 минут можно два года ходить и не поймать ничего больше полтора килограмм таких примеров и тех и тех огромное множество у меня он друг Андрюха как раз мы охотились вместе ходил на рыбалку во втором сезоне только судаков распечатал первый сезон ходил все силуэт инфа пришла он пошел нет сидит дома инфа пришла пошел нет ну это как бы когда звонишь и идешь точнее идешь по информации под рыбу как правило всегда у тебя ноль а когда идешь просто такой ну пойду завтра порыбачиваю вот бывает тогда я как бы просто бах и попал в нее просто раздачу вот и как сегодня ребята тоже сегодня все были практически ничего ни у кого а вчера тут народ месил корытыми дело такое вон вот один лежит прижат ну вот метр сейчас туда ну вот только не профукали хороший 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 все продергивает что садачок давай клю еще раз только тех кто тебя будет пускать нас уже просто этот уже судьба отсюда гонит сначала на шурик сел мы съездили за новым аккумулятором теперь сел по ноптик с иным аккумулятором мы уже не поедем конечно же до новых встреч обнимаем приподнимаем судакам терпения рыбакам спокойствия вам удачи а нам шуршавой дороги до скорых встреч обняли приподняли подняли